Новости Безымянная могила с красной звездой стоит в Оксайском районе. Как сообщают поисковики объединения Милсфронт, летом 1942 года здесь шли бои за Ростов. Донские моряки и ополченцы сражались с немецкой танковой дивизией «Викинг». Поэтому в этих местах много безымянных могил. Местные жители более 70 лет ухаживали за одной из них и теперь ее может затопить. Как рассказал руководитель объединения Милсфронт Андрей Кудряков, причина тому – появившиеся здесь пруды для разведения рыбы. Место, где находится это захоронение, выкуплено частным инвестором. И там вот уже несколько месяцев полным ходом ведется строительство, строительство рыборазводческих прудов. И в ближайшие, может быть, даже и дни это захоронение может быть затоплено. Но нам очень не хочется, чтобы уходила память о тех людях, которые защитили Ростов ценой своей жизни. По словам Андрея Кудрякова, несмотря на то, что могила не внесена в официальные реестры, очень важно ее сохранить. Именно местные жители попросили Милсфронт спасти памятник. Теперь поисковики планируют связаться со строителями. Они видят два выхода – перенести могилу в другое место, либо оставить на своем месте, но при этом уберегая от воды. Сами члены объединения считают, что правильнее будет сохранить памятник на прежнем месте. С 1 июля детей можно будет возить только в автобусах с тахографами. Об этом сообщает МВД России. Для справки, тахограф – это регистрирующее оборудование, которое устанавливают на транспортные средства для того, чтобы отмечать режим движения, труда и отдых водителей и членов экипажа. Кроме того, в правилах содержится требование о наличии в автобусе наборов пищевых продуктов на случай, если дети находятся в пути более трех часов, а также предусмотрен запрет на перевозку детей в отрасти до семи лет более четырех часов. Правилами также установлено, что в ночное время с 23 часов вечера до шести утра организованная перевозка группы детей допускается только к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них. Особые правила перевозки детей в автобусах, не относящихся к маршрутным транспортным средствам, действуют в России с января прошлого года. В 2015 году СКА Ростов-на-Дону должен занять место в середине турнирной таблицы. Такую задачу ставит руководство клуба перед собой и игроками. Президент СКА Ростов Игорь Гуськов отмечает, что клуб должен стать лучшим в стране. Для этого будут создавать необходимые финансовые условия. Сейчас у команды нет долгов, бюджет на новый сезон сформировали, спонсоров и партнеров подыскали. Команда стартует в Кубке России 14 июля. Кто станет соперником Ростовского СКА еще неизвестно. Стоит отметить, что пока у команды нет своего поля, оно на реконструкции. Тренировки проходят в Батайске на резервном стадионе «Локомотив», сообщает пресс-служба областного правительства. По темпам хлебоуборки в Ростовской области лидируют песчанокопские аграрии. Они собрали около 15 тысяч тонн зерна. Это половина всего урожая на сегодняшний день. Хозяйство южных районов области обмолотили более 7 тысяч гектаров озимой пшеницы и ячменя. По словам замгубернатора Вячеслава Василенко, в этом году донские аграрии по плану соберут около 3 миллионов гектаров ранних зерновых. Василий Голубев подведет итоги пятилетней работы. Трансляцию его отчета можно увидеть 30 июня на телеканале «Южный регион Дон» в 11 часов, а также на сайте «Югрегион.ру». Эти и другие новости читайте на нашем сайте «Югрегион.ру». В студии был Сергей Светоченко, служба информации радио «Тихий Дон». Редактор субтитров А.Семкин